всем добрый вечер наша недельная голова в этом году у нас в израиле в данном случае мотот она отдельно обычно этот мотот массой вместе у нас есть мотот и поэтому у нас есть хорошая причина заняться началом этой головы которой есть очень важные вещи и они связаны с вопросами клятв обетов и так далее про разобраться то есть да вообще с этим миром немножко и немножко получить скажем так правильное отношение правильное поведение вообще с этой сферой еврейского скажем так законодательства называемый обеты на дарим и клятвы швуот у нас глава начинается с того что говорит всевы и сказал господь муж и говорят стоп не то открываем смотрите тут самое интересное что всевышний не говорит вейдабер мошель рошей матот ливны и стрельны и мор зэ адавара шерциваши и говорил мошель с главом колен с главом колен тоже комментарий потому что написано матот то есть рошей матот главы матэ это вообще в принципе дословный перевод матэ это как бы отделение как бы даже сказать штаб то есть да главам штабов то есть в каком-то смысле надел тоже матэ поэтому потому что главы колен это комментарии раши окей то есть переводе уже главы колен написали и говорил мошель сына главы колен сынов израиля говоря вот что повелел господь и сразу во первых то есть да кто такие рошей матот но искал раша объяснил что главы колен и почему их упоминают стихи снова повторим раши это главы колен рамбан тоже пишет то есть да что это неси им главы только вот он сомневается о каких главах идет речь потому что если мы откроем гламару в трактате на дарим на семьдесят восьмом листе мы увидим очень интересные вещи кстати раши рамбан приводит гмара из этого то есть стиха учит что можно называется аннулировать обед как можно афарат медер то есть да то есть принципе его убрать как это можно сделать можно это сделать перед яхид мумхе то есть перед даяном то есть то есть раввином даяна с мудрецом торы который и даже он не трое даяним то есть не три судьи а один если он мумхе то есть он специалист сегодня таких нету окей то есть я сразу скажу и хиб мумхе из этого что имеется ввиду кто такие рашей матот рашей матот это как минимум или сангедрин или крупнейший мудрецы торы они просто то что называется главы колен с точки зрения политической или там политической лидерство лидерство именно речь идет о величайших мудрецов которые связаны на стороне ческая часть они с политическим это есть рашей матот так выходит из гмары раши рамбан упоминает теперь тогда вопрос войной почему упоминается рашей матот первый вопрос почему именно здесь упоминается то что мушера бэйн не говорит напрямую с народом а говорит то через главу через вели мудрецов торы через глав таранических глав колен назовем это так чтобы они передали вот эту вот идею вот эти вот законы обетов народу израиля и второй вопрос почему мушера бэйн не упоминает что это слова всевышнего он упоминает что слова всевышнего но не говорит что это заповедал всевышний что имеется ввиду простыми словами нету фразы которые мы привыкли вы и дабе раше мель муше ли морда бэр на исраэль ва марта лавен и говорил господь муша сказал ему говорится нам израиля сказав им этой фразы то есть обычно которая появляется всегда нету и мы должны добраться почему кстати кто понимает этот вопрос действительно задается этим вопросом это рашбам рашбам это раби шмуэль бен меир он же внук раш и он говорит то есть да что вот это вот проблема то есть да почему не написано вейдабе раше мель муша и не передается и не напрямую и он объясняет по-настоящему что это заповедь она связана с концом главы пенхаз то есть это как бы прямое продолжение сказано в главе пенхаз а что в главе пенхаз описано жертвоприношения всякие мусапы читал главу узнает там описаны всевозможные жертвоприношения шабать не прячны и так далее и так далее и в конце это заканчивается следующей фразы эти будете сделать всевышним биму от хэм мельва лива нидрихем то есть то это будет вы делать всевышнюю в значимой даты ваши эти при жертвоприношения не считая ваших обетов и ваших то что называется добровольных жертв то есть из этого выходит что то есть объясняет рожба что муша рабе но в нашей голове в начале нашей голове обращается к судьям и говорит им чтобы они научили народ израиля законом вот этих вот обетов связано с жертвоприношениями и добровольных жертв то есть об этом идет речь выходит из сослов о чем идет речь речь идет о не просто обетах каких-то там там не знаю которые человек на себя берет на всякие надарим и так далее а именно то что называется недрейгдеш недрейгдеш это обеты посвящения храму да то есть это те обеты которые человек берет на себя для того чтобы посвятить храм там кто-то или другое животное который хочет привести лету идут джерпу храм кстати в этом случае слова фраза если кто даст обет господа или поклоняется граждан положив зарок на душу свою то не должен нарушать слова своего то есть написано ло яхэль дворо то есть да но яхэль в этом случае рожба не должен перевести от слова называется не будет ждать со своими словами это ввиду что нельзя задерживать джерпу которую ты обещал храм то есть вы ло яхэль отчеват ямим цель так образуется еще не будет дать семь дней то есть получается по слову рамба то есть рожба уводит вообще этого вопрос не обетов предсоединяет от жертвоприношения вся речь идет об обетах которые человек берет принести что-то в храм и его предупреждает не задерживать это дело и действительно это спор рамбама и рамбана то есть вопрос каких обетах нет речь но если посмотрим на стихи больше подходит объяснение рамбана что речь идет о нидрей и суру нидрей и суру это те обеты когда человек набирает на себя определенные запреты которые не были на нем лежали я беру на себя такое вот такое обязательство и то есть он берет на себя запрет и почему потому что по поводу же обетов которые связаны с жертвоприношениями мы находим об этом в другом месте в книге дворим уже правда в начале книги дворим 3 главе то есть 3 глава в начале книги дворим там написано если дашь обет господу богу дне то есть не задерживая его выплатила это имеется ввиду и именно про жертвоприношения спротиве или жертвоприношения или те вещи которые взял на себя как обет принести в храм таким образом мы должны поменять какая связь между страшей мотов с этими мудрецами торы и нидрей и суру нидрей и суру снова то есть разные виды нидрей и суру это обеты который наберется на себя запрет давайте с этим разбираться как бы вот так мы введение ввели теперь двадцать раз в трактате швов на двадцать вовом листе учит нас из стиха который сказано ли гора у летит смотрите то есть да то есть когда человек берет на себя обет ли арабы лет и что что имеется ввиду сделать хорошему плохому что человек который дает клятву отменить заповедь или исполнит заповедь освобожден от этой клятвы почему потому что вообще мир заповеди и клятв он относится миру то что называется решут то есть то что у человека разрешено то что человеку не нету заповеди в этой в этой сфере она не относится к сфере запись кстати тема того что клятва не может отменить заповедь или 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 тоже называется или заставить человека выполнить заповеди относится к тому что человек не может клясться на то что он уже стоит и с него взята в любом случае мы здесь видим явно что речь идет о клятвах обмета которые входят уж называется в систему где нету заповеди то есть да свободно то есть пространство человека генеток называемых шкухана рук таким образом что имеется ввиду имеется ввиду что человек посредством обетов и клятв о них идет речь добавляет себе новые запреты новые требования от себя то что не заповедовал всевышний то есть в принципе то есть он себе строит новую шуфану то есть новый закон который не был и здесь и здесь именно здесь очень критично главы мудрецитов очень критично так почему все объясню дело в том что все что относится галлахе формально которая существует так называемый существующая шуфана руками то есть да то есть все галлахе которая есть у нее есть четкие границы у нее четкие требования четкие определения и так далее и задача в принципе мудрецов торы в равинов больших поколений и так далее очень четки их задача объяснять и скажем так объяснять и раскрывать эти требования эти правила и так далее так далее то есть каждый раз когда у человека или у того или другого или вообще поднимается просто сомнение по поводу понятия того заповеди всевышнего и другой то нужно войти разбираться видеть стихи торы традицию и так далее или же реализировать то есть решать то есть это в принципе здесь задача мудрецов торы сегодня как в принципе по-настоящему вести по заповеди всевышнего кроме всего прочего мудрецов есть право сейчас нету но раньше было устанавливать всевозможные постановления и так далее ограды токанод чтобы скажем так ограничить и держать тору чтобы скажем так народ израиля не скатился куда не надо в любом случае в конце концов человек который хорошо разбирается в шума на руки человек который хорошо разбирается валахе и так далее в принципе может сам разобраться потому что есть четкие правила ему как бы он может жить без мудрецов торы кроме особых то есть вещей когда у него нужно когда у него вызывается сомнения и он не разбирается но в принципе все абсолютно по-другому в мире где нет то есть мир там где это свободное плавание то есть там нету то есть четкого закона потому что нет четких правил ты в принципе можешь добавить на себя от себя требований до бесконечности то есть да и по-настоящему ты не знаешь как правильно никто не знает правильно это все управлять вроде то есть никто человек обычно не знает как правильно это расстроить как это делать именно здесь очень важно как перед тем как человек накладывает на себя всевозможные добавочные требования добавочные обязательства и так далее не разбираясь очень важно посоветоваться с мудрецами торы здесь их место чтобы они разъяснили перед тем человек решит дай ему брать клятву или обет или не не брать дело в том что нужно понимать отношение вообще к клятвам и к обетам у мудрецов весьма неоднозначно скажем так чаще всего отрицательно далеко не всегда положительно например раши на стих это шэмэлю кэха тира ото та авод бот и тбаку бушмот и шава то есть да он приводит стих который в книге дворин который господа бога то есть трепещи перед ней ему служи к нему прикрепись и именем его клянись он приводит там сифры и раши пишет так это шэмэлю кэха тиравы та авод бот и тбаку то есть да от всего господа бога твоего трепещи то есть бойся и твоя работа него прикрепись к нему и после того к тебе все вот это вот тогда клянись его имена то есть когда ты будешь на уровне богобоязнен когда ты будешь на уровне что ты будешь ему служить и когда будешь на уровне что ты к нему прикрепился вот тогда будешь ты можешь вообще клясться что имеется ввиду только человек который находится на высоком уровне духовном имеет право клясть дальше гмара в трехтате надарим шестьдесятый лист на второй странице говорит коль ганудэр килу бана бама ве амикоен килу мекпирале то есть каждый человек который берет на себя обед как будто построил то есть вот это вот капище для жертвоприношений во время запрета капище то есть когда нельзя уже приносить жертву вне храма а если он исполняет свой обед как будто сделал на нем в принципе воскурение то есть в принципе добрацами словами другими он вроде бы служил всевышнего по-настоящему сделал галпопонс вау то есть да а как же то есть если я дал обед нужно исполнять правильно обед поэтому говорит гмара что человек должен идти к мудрецу и просить его чтобы он освободил этот обед поэтому то есть уже взял иди отсвобождайся от него но ни в коем случае не берет так это выглядит гмария иерусалимский талмуд говорит еще он рассказывает про человека который пришел к рабу для того чтобы ему посоветоваться поудобному обеду что ему говорит рау рау ему говорит он говорит он говорит скажи честно тебе недостаточно того что тебе тоже запретило что ты запрещаешь себе еще вещи тебе этого мало напоминает старый анекдот правда немножко российский но я думаю что меня никто не убьет да то есть когда старый еврей в америке еще в те времена когда были ацизм то есть отношение плохое к чернокожим и так далее видят чернокожего читающего газету на идише он к нему подходит и говорит скажите вам мало того что вы негр тебе мало того что я бог заповедру с одной стороны с другой стороны есть другое отношение мы видим в море так же что на мудрецы наоборот поддерживают чтобы человек брал обет на себя например автор такин дарим в восьмом листе она учит из стиха то есть да что я поклялся и буду исполнять то есть законы то есть справедливости твоей говорит гмара шарили и не шли зерузы наши разрешено человеку подгонять себя то есть обеты являются то есть как бы таким вот толчком пинком скажем так который подталкивает человек хорошим делам более того откроем тракта того рабиакива умер не дарим саягли пришу он пишет что обеты это ограда то есть помощь для то есть пришу то есть человек который отдаляется от грехов как это то есть смесь сопоставить как-то работает объясняет нам рамбом то есть да в конце законов на дарим то есть законов обетом рамбом пишет очень интересную вещь он объясняет чем разница между вещами то есть да когда это так когда это плохо когда это хорошо рамбом напишет то есть человек который берет на себя обеты для того чтобы то есть поднять то есть поднимать свои качества и исправить свои действия он быстро и хорош как например человек который скажем так очень круто в ресторанах кушал то есть да и обжоры вот и запретил себе мясо на год или на два то что мы учили на восьмой главе он исправляет бросается в другую крайность для того чтобы исправить свои качества то есть человек который был с вином у него были проблемы и он запретил себе на длительное время вино то есть до каждого кто бегал за материальными он запретил себе брать то есть подарки и так далее то есть в принципе это то что мы учили восьмых главах как себя исправлять то есть рамбом здесь реализует то есть имеются вот эти вот обеты о миша хамид гаеба юфьо в инадарбе назире или человек который был очень сильно гордел своей красотой и взял на себя обет назарейства то есть что он в принципе уродует себя в каком-то смысле кстати это рамба берет из гморы то есть да про одного назира который почему стал назиром потому что он засматривался на себя в воде то есть в фруду то есть когда он видел свое отражение он красивый у него были красивые волосы и он сказал злодей называется то есть ты срежешь эти волосы он взял на себя назарейство потом концерт назарейство эти волосы срезают начисто вот короче вы кольщи и каэцэбэ нэдаримэлэ то есть все что связано с такими пророчками то есть такими обетами кулан дэрэх а вудалюшэмэ то есть все это служение всевышком у бадарим эйлэк тибэ кэцэбэ мау хамид нэдаримсэ яглэп именно про эти обеты сказали мудрецы что они то есть опора защита то есть вести правильность ваффаль пище ма вудалюшэм лоэрбэ адам и гибрэс несмотря что это служение всевышь даже вот это чтобы человек слишком много не делал то есть не брал себе обетов то есть запрещающим вэллэргилят смоба гэм и то есть и не делать себе это как привычной дорогой не привыкает элэй фрошми дворим шараули фрошми элэнэ лучше то чтобы он уходил от вещей которому нужно не делать без принятия на себя обет то есть блин это а мруха хамэй нэхолян дэр кирюбана бама сказали наши мудрецы что каждый который берет обе то есть делает обеты он как будто построил капище выймавар ванадар митсвали и шелер нидокность да если он нарушил и взял на себя обет заповедь пойти к мудрецу то есть спросить про поводу его обета чтобы он не был ему подножкой чтобы не было препятствий в принципе получается вся эта система обета вся система клят она очень тяжелая вещь она не очень простая иногда это хорошо иногда это плохо иногда это замечательно подгоняет это путь правильности иногда это идолопоклонство по этой причине с этим нужно разобраться каждый пример случай каждый когда человек хочет взять обет на себя и так далее нужно разобраться с человеком который берет на себя обет и в чем его скажем так что он хочет где он на чем он намерен он собирается действительно брать на себя обет для того чтобы отдалить себя от запрета, для того, чтобы подняться в служение Всевышнему и так далее. Или его обет идет из своего эго по той причине и так далее. Что он хочет установить для себя какой-то, то есть, собственный шухонару. Собственный запрет, он такой крутой и так далее. Делать для себя. То есть, как бы, откуда это идет? Нужно проверять, в чем, какая мотивация вообще обет? Для чего мотивация обет? Кстати, то, что проверяет даже мудрец после того, как он задает вопросы, то есть, когда он пытается выяснить, чтобы разрешить обет? В чем была мотивация? Зачем человек брал на себя обет? Это очень важно выяснить. Иногда ты понимаешь, что в этом разборе, что человек вообще, так взял на себя обет. Это не обет даже. Это сам бред сумасшедший обет. Чушь. То есть, даже там обета нет. То есть, очень аккуратно. В этом ты сможешь разбираться, только мудрец в сторону. Кстати, не просто мудрец в сторону. Далеко не каждый раввин, это очень важная вещь. Далеко не каждый раввин понимает в законах обета. Я вам более скажу. Обеты наидаримы, швоту, обеты и клятвы это как раз те трактаты и те части шуханов, которые вообще ни в одной ешеве почти не учатся. Мало вообще раввинов, которые в них вообще разбираются. Они в основном, то есть, в них разбираются только по слухам. То есть, да, а ты взял обет, давайте отправим в Баидину, сделаем тебе тарах наидарим. Это разрешение обета. Далеко не любой обет можно разрешить. Далеко не любой обет надо разрешать. Далеко не любой обет вообще требует разрешения. Далеко не любой обет является все обетом. Там куча законов. По этой причине должен быть человек, который разбирается в этом деле. В чем хорошо разбирается. В любом случае, то есть, нам нужно понять, перед тем, к обетам нужно понять мотивацию. Зачем? То есть, да, плюс этот человек сможет выдержать этот обет. Не сможет выдержать этот обет. То есть, да, он сможет продержаться и так далее, для того, чтобы, если он не может выдержать этот обет, то что он его будет брать? То есть, добавить для себя еще пару грифов просто так. Хотя не надо было вообще в этот угол заходить, как говорится. И решения вот эти не тяжелые. Они требуют расшаемоток. Они требуют мудрецов Торр. Они требуют людей, которые в этом разбираются. Людей, которые могут понять и разобрать с человеком, надо ему этот обет или не надо ему этот обет. Более того, нужно решать, как брать на себя новый запрет в виде клятвы или в виде обета. Это две разные вещи. Объясню, почему. Гомора в начале трактата на Дарим объясняют разницу между клятвами и обетами. Это очень важная разница. На Дарим что такое обеты? Обеты имеются в виду, когда человек запрещает на себе какой-то предмет. Он возводит этот предмет какой-то в уровень запрета. Например, человек говорит, вот этот хлеб или там пример, то есть, на меня как жертвоприношение, если я не могу жертвоприношение есть, так же я не могу есть этот хлеб. Этот хлеб у него разрешенность запрещен. Или, допустим, он может запретить на другого человека. Он хочет отдалить другого человека, он говорит ему, что мой дом как жертвоприношение для тебя. То бишь, теперь этот человек, на который он возложил этот обет, не может войти в его дом. И так далее, и так далее. То есть, в принципе, это запрет не человека, а запрет какого-то предмета к человеку. Клятвы, они абсолютно отдельные. Клятва это запрет человека. Ты запрещаешь самого человека по отношению к предмету или к чему-то другому. То есть, человек запрещается. Или известными фразами, которые в мире ешив знают все, это запрет гавра или запрет хевца. То есть, запрет хевца, кстати, немножко научу ешивской терминологии, хевца это запрет предмета. То есть, это, кстати, используется в ешивых кромен и дарим в разных печатах. То есть, заповедь такая это заповедь хевца, то есть, заповедь в предмете или это заповедь гавра. Гавра это человек. То есть, это запрет на человеке или запрет на предмете. Это заповедь на человеке или заповедь на предмете. И так далее. Так вот. Поэтому, кстати, одна из объяснений, почему человек может, допустим, не может покляться на заповедь по причине того, что он запрещает себя на что-то, он не может себя запретить, потому что он уже обязан, а обеты, да, могут отменить заповедь, каким образом, по причине того, что я запрещаю не меня, а предмет, например, человек может взять на себя запрет, что ему запрещена суха, любая суха в мире, всегда. Таким образом, суху ты не сможешь взять суху. Он не себя запрет, он предмет запрет. Так вот, что имеется в виду? Есть два пути на фоне этого решить проблему, решить слабость, то есть, да, то есть, надо поддержать себя, укрепиться, то есть, отдалиться от запрета. Первое, или исправить себя, то есть, наложить на себя запрет, или исправить мир, то есть, наложить на предмет запрет. И человек должен каждый раз решать, то есть, да, что он собирается вообще делать, исправлять себя, или мир. Брать запрет на сюда, или брать запрет на сюда. И для этого он будет брать обет, а обет у него есть определенные правила, кого уберется, или он будет брать на себя клятку, и у него свои определенные правила. Таким образом, то есть, не только когда, не только какая мотивация, не только сможет ли выдержать, то есть, нужно проверять, сможет ли человек выдержать обет, но и также нужно понимать, что именно запрещать будет. Потому что, во-первых, это зависит от чего, для чего мы это делаем. И для этого нам нужны Рошей Матот. Для этого нужны главы народа Израиля. Это имеется в виду религиозные главы, то есть, мудрецы Торо. Дело в том, что есть люди, которые хорошо разбираются в море, даже в Галахе и так далее, и прекрасно разбираются во всех обычаях, и все хорошо, но когда дело доходит к вопросам, то есть, разрешенным, то есть, когда они должны решать, как вести себя в жизни, как построить собственный шурханару, то есть, по поведенчески и так далее, им уже тяжело найти свой путь, они теряются, они уже не знают, как это правильно сделать, и для этого и им нужно идти к Рошей Матот, или великому мудрецам Торо. То есть, из этого выходит, что, смотрите, в конце концов, когда человек берет обет, тот, кто берет обет, он решает взять этот обет, то есть, взять эту клятву, или не брать клятву, или не брать клятву, но прежде, чем он это сделает, нас учит недельная голова, научит Торо, то есть, на то, что мы учим нашего Торо в нашей недельной голове, нужно прийти, посоветоваться с большим мудрецом Торо. Стоит, как, зачем, почему, а может быть и не надо. И это очень важная вещь, которую мы учим из первого же стиха Торо, который открывает всю эту голову, то есть, весь разбор с законом Минедорим в начале нашей голове Матот. И это одна вещь, которую люди вообще плохо знают и не разбираются, и думают, что это игрушки. Обеты не игрушки, клятвы не игрушки. Нужно знать, для чего ты это делаешь, как ты это делаешь. И далеко не всегда ты это знаешь, и поэтому для этого нужно обращаться к мудрецам Торо, которые в этом разбираются. Об этом речь в нашей голове. Торо, на этом мы закончим сегодня. Это та жемчужина, скажем так, недельной головы, которую я хотел с вами разобрать. Думаю, жемчужина такая хорошая, крупная. Есть о чем подумать всем и разобраться с некоторыми вещами, потому что люди очень часто дают всякие обеты, и стоит быть с этим делом аккуратней. На этом я заканчиваю. Увидимся. Я останавливаю запись. Кто-то на среде записи снова. До новых встреч. Всего хорошего. Увидимся. Запись останавливается.